приветствую вас друзья 24 июля стартует патч 128 игровые сервера будут недоступны с 3 30 моск ночи до 14 00 моск то есть днем это время берется с запасом обычно серваки включают раньше поэтому не удивляйтесь если кто-то начнет играть раньше на несколько часов всем будет компенсирована один день прямо абсолютно всем поэтому если у вас одного дня прямо не было один денек кайфа нити что нас ждет в патче 128 я уже делал видео в котором все подробно рассказывал нас ждет новый режим гонки там кстати сделали управление приятнее чем поначалу показали за одной посмотрим также нас будут ждать контейнеры новый праздничный ангар боевые пропуск красная фурия вот красная фурия насколько я понимаю 30 августа начнется 11 закончится это своего рода марафон на прям танк красная фурия это наши там комиксы что-то в сторону майора грома я так понимаю возможно потом еще что-то будет поскольку там этих супергероев куча можно коллаборироваться еще неоднократно также нас еще ждет ребаланс техники апнут т54 1 образец к в4 кттс м46 патт нкр понерфит йоха 10 уровня незначительно фсв схема а это британский колесник 7 уровня его понерфит ухудшат точность очень сильно а также заметно ухудшат сведения немножко понерфит концепт 5 и понерфит любимчика супер коня за что же за что же вы любимчика погубили но многие считают что она все равно будет жить недостаточно видимо понерфили картошки на заметку также еще в ветке c63 апнут c59 и c53 им очень хорошо улучшат пушки а также добавят turbo режим очень хорошо апнут ветку рина черон ты прям всю ветку ап седьмого по в 10 уровень и сам рина черон ты заметно улучшится ему даже еще и 6 нарядов добавит помимо того что добавит 300 хп и очень сильно перезарядку лучше теперь можно будет дополнительно 6 раз стрельнуть в землю хорош вот это вообще класс это я вам немного напомнил про патч 128 теперь давайте перейдем к датам 24 июля стартует патч в августе нас ждет день рождения мир танков новый ангар с 9 по 18 августа у нас будет режим гонки чет как-то всего лишь 9 дней такое ощущение что могло бы быть наверное и побольше гонок этих но может быть мы быстро в них наираемся и 9 дней хватит за головой посмотрим также у нас еще ждут новые контейнеры праздничные которые не надо будет покупать а надо будет покупать ключи к ним один ключик будет стоит 400 голды в принципе как раньше стоил у нас контейнер 400 голды так теперь 400 голды ключ ключи можно будет получить там в заданиях или в режиме с гонками но я так понимаю немного в основном можно будет получить за задание отмычки у отмычки 10 процентов шанс что она откроет коробку и 90 процентов шанс что вы не кнете картошку 29 июля то есть еще в этом месяце стартует у нас уголок моделиста и будет он до 11 сентября это я так понимаю стандартные наши 15 заданий на скорость на скорость их можно будет выполнять до 5 августа все помним что зачетное время стартует с момента принятия первой задачи и заканчиваться когда мы выполняем уже последнюю все задачи выполняются по очереди если мы в топ 250 по скорости до 5 августа войдем то мы гарантированно получим лора 40 тонн не самый последний прям танк по имбовости вполне себе неплохой конечно есть и намного лучше но и так пойдет также те кто не войдут в топ 250 но до 5 августа просто их выполнят могут выиграть этот танчик в розыгрыше 750 этих самых лор прошлый раз я участвовал в этом веб-ивенте на 15 заданий я делал на скорость и я минут на 10 или 15 не успел войти в топ 250 и среди 750 счастливчиков которые в розыгрыше выиграли я тоже не оказался из-за чего я просто просрал кучу времени и ничего не получил ну разве что мелкие награды за задания причем я играл нормально результат у меня был хороший но у меня было очень много медленных боев я никогда вообще не встречал так много подряд медленных боев у меня было несколько ничьих у меня в принципе бои были там минут по 10 почти все у меня были очень медленные бои вы даже вот некоторые возможно видели турнир чака и там у одной команды допустим среднее время в бою там 6 а у другой 9 и вот у меня произошло что-то в районе 9 минут и я ничего не мог с этим поделать у меня была куча ничьих и я из-за этого не попал в топ 250 и выходить из боя раньше смысла нет поскольку пока бой не закончится задача не засчитается и это было обидно я первый раз за все веб-ивенты не получил танк или компенсацию если у вас такой танчик уже есть и вы его получите то будет компенсация 11000 золота я получил ничего и моей вины в этом нет я играл хорошо я играл на результат но просто произошли медленные бои в игре где медленных боев практически не существует из-за этого возникает вопрос надо ли участвовать сейчас или нет причем меня удивило что танкисты очень быстро стали проходить эти веб-ивенты с 15 заданиями возможно они стали супер популярными или детишки на каникулах не знают куда деть свою энергию в общем почему-то эти веб-ивенты стали сложнее что ли там надо чуть ли не в пять часов уложиться на день рождения мира танков нас ждет неделя скидок и акций с 12 по 18 августа и при этом больше ничего особо не сказали надеюсь скидки будут нормальные они как обычно полу скидки какие-то со стартом патч 128 нас еще ждет стальной охотник с какими-то там турнирами а также улучшениями для игроков во взводе дата окончания стального охотника нету видимо до конца человечества будет запущен стальной охотник пока на планете земля людей будет больше одного то стальной охотник будет запускаться хотя бы один на один куда же без этого режима то при том что в магазине на рады одни и те же и люди которые уже прошли стального охотника вдоль и поперек хотя бы один раз им уже особо покупать в магазине стального охотника нечего возникает вопрос зачем разработчики 24 на 7 уже какой год подряд держит включенным стального охотника если в нем нечего купить за что люди там в нем играют вообще за спасибо с 1 по 12 августа нас ждет летняя экспедиция это и вот на глобальной карте для клановых бойцов которые у нас в игре еще оказывается есть опять показали там чифтейна на весь экран типа смотрите легендарный чифтейн такое ощущение что они забыли что они его понерфили с 31 июля по 6 августа у нас в игре будет трейд-ин показали танчики которые можно будет приобрести а также который можно будет сдать но дождемся когда выйдет этот трейд-ин и уже разберемся в отдельном видео что там к чему но предварительно из хороших танков которые можно взять из 3s mz somo sm не самый плохой лансен c chrysler к чифтейн т95 немножко приподнялся после аппа а также мой любимчик т-34 зачем-то сюда припихнули 59 паттон кто-то наверное случайно на него наткнулся и вспомнил что он еще в игре есть оказывается я даже когда-то на нем случайно нажал в бой и три отметки взял за тот самый случайный бой видимо точно также кто-то случайно выбирал танки для трейд-ин и случайно в него нажал и добавил с 29 июля по 11 августа ранги на девятом уровне самый главный вопрос на хрена а главное зачем но на девятка хотя бы есть прям танки может быть получится там пофармить но это не точно вот что она ждет в конце июля а также в августе в конце видео как бонус для тех кто досмотрел видос до конца те зрители которые молодцы для них эксклюзивная информация о том что я вам рассказывал что вот коробочки на день рождения не очень какие-то там старые танки туда-сюда на тесте там показали мне многие зрители сказали что это затычки эти самые зрители были правы и танки в коробках на тесте которые там нарисовали это реально затычки я уже не первый раз говорил еще раз повторю что если это затычки в чем проблема реально нарисовать затычку какой-нибудь квадратик там темненький с каким-нибудь танчиком вопросительным знаком или еще чем-нибудь зачем туда пихать какие-то неведомые танки и баламутить воду какие танки нас ждут в коробках я говорить не буду скоро мы об этом узнаем и я вам расскажу но то реально были затычки конец видео закончим пасхалками 1 августа обновляется табель календарь 15 числа можно будет получить случайно игровые имущества в шапке этого табель календаря картинка типа день рождения нарисованы танчики и на фоне у нас стоит какая-то там пантерка непонятная видимо это то что нам подарят на день рождения также в конце видео с кариной показали ваффентрагер из режима ваффентрагера также мелькает информация о том что нас ждет 3d стиль на ваффентрагера понятное дело там будут на ждать какие-нибудь ключи от порталов из которых будут падать прям танки или коробки или ключи или короче донат с коробками и прям танками куда же без это ну и сам режим ваффентрагера я не знаю в чем смысл пасхалок про ваффентрагер поскольку даже разработчики в ответах разработчиков рассказывали о том что этот режим будет и на новый год нам показывали что она будет и целый год нам уже показывают этого ваффентрагера уже даже самый ленивый разгадыватель пасхалок понял что осенью на ждут ваффентрагеры в режиме с ваффентрагерами все также еще какая-то картинка с циферками из нового ангара где видите ли нарисовали 4 звездочки но все 4 отметки на стволе 4 за сто процентов отметки набросал вам в конце на вентилятор пасхалок можете развлекаться в комментариях и чуть не забыл в самом конце еще добавлю бонусный бонус номер два леста настолько гениальное что некоторые события будут пересекаться и работать одновременно и как мы будем проходить или выполнять я честно говоря не знаю и не дай бог у вас еще есть личная жизнь тогда вообще непонятно поскольку портальный ивент с 15 заданиями на скорость летняя экспедиция на глобальной карте ранговые бои стальной охотник и даже там немножко гоночки эти новые все это пересекаются и работает одновременно как можно одновременно проходить и ранги и глобальную карту и стальной охотник еще и на скорость в рандоме задачи выполнять я вообще без понятия если вы знаете как то напишите в комментариях или может быть разработчики лес ты знают они что там все скиловики на этом у меня все с вами был арчи карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока